На пристрелке первая башня, поорудийно, темп 20 секунд, левое орудие ТОВС, огонь, среднее орудие ТОВС, огонь, правое орудие ТОВС, огонь. Пронаблюдать корректуры. 30-я бронебашенная батарея, как объект музейного комплекса, функционирует с 1 октября прошлого года. Создается музей на базе существующего ранее в системе береговой обороны бронебашенной батареи номер 30. Строительство батареи началось в 1911 году, и к 1917 году было выполнено порядка 70% объемов работ. Были возведены вот эти вот стены, вертикальные, толщиной 2,5 до 1,5 метров. И с 1928 года по 1934 год была батарея, была достроена, уложены металлические швеллера, на них противооткольный слой асфальта, 2,5 метра бетона, метр щепня, и после этого присыпано немножко землей, и гора снова стала горой. Сверху только возвышались две башни. Здесь служили краснофлотцы и красноармейцы, но все считали себя моряками, поэтому назывался подземный линкор, а как по традиции, на корабельной традиции, которая как бы чтится уже более 300 лет, моряк должен занимать место подальше от начальства, поближе к камбузу. Поэтому с камбуза мы начинаем нашу экскурсию. Термины все будут военно-морские, потому что это камбуз. Плита 1952 года электрическая. Почему плита электрическая? Потому что нет дымоходов в нашей батарее, все работает на замкнутом цикле. Здесь готовилась пища для личного состава. В обычное время это для дежурной смены, а при ведении боевых действий готовилась для всего личного состава батарея. Это было 300 человек, которые обслуживали непосредственно орудия и механизмы, и 200 человек охраны. Какие интересные особенности здесь? Вот, например, колорифер. Отопление батареи осуществлялось паром, который подавался по трубопаропроводам, которые проходят внутри стен, обогревался. Сейчас в массиве температура 13 градусов, но по уставу, как вы знаете, 18 градусов. Вот этим поддерживался пар. Плюс пар подавался на бытовые нужды. Переходя в следующее помещение, обращаем внимание на дверь. Дверь образца 1914 года. И таких дверей у нас на батарее процентов 80. Клепки, потому что в то время не существовала технология сварки. Четыре кремольеры надежно удерживают дверь в дверном проеме. От деформации при попадании 12-дюймового снаряда два раза в одну и ту же точку, а также 500-килограммовой бомбы. У нас, забегая вперед, скажу, что три типа дверей. 1914 года, 1932 и 1952 года. И с каждым годом, с каждым, значит, таким этапом двери становились все тоньше, крепление все проще, но свою функцию они выполняли. Переходим в кубрик отдыха дежурной смены личного состава. Здесь отдыхала дежурная смена личного состава, заступая на вахту из городка военного. Четыре часа на вахте, четыре часа под вахта, где можно было поиграть на баяне или в домино. И четыре часа сна. Таким образом, за сутки набегало 8 часов, положенных по уставу сна. Корабельная трансляция, колокола громкого боя, а также телефоны аварийной связи, которые функционируют и до сих пор. В недавнее время можно было через АТС связаться с Москвой. Рябина мне компас, барышня, и говорим практически с министром обороны. Сейчас мы налаживаем связь на выход на городскую АТС. Переступаем через Комбинс, следуем дальше. Вот как раз следующая дверь, закрывающая нас в готовую экспозицию боеприпасов уже 1952 года. Здесь, видите, более простая она, так сказать, меньше клепок, более простые кремольеры. А с чем связано, что дверь тоньше и меньше деталей? А с тем, ну, экономили металл, и в принципе здесь понимали, что уже внутренние двери не настолько необходимы, такие мощные. Вот это вот кабинет стилизованной командира батареи майора Александера в период войны. А это промежуточная дверь 1032 года. Видите, здесь немножко другие кремольеры и, в принципе, промежуточное состояние. Система металлических конструкций, монорельсы, по ней подавался боезапас. Навешивались вот такие вот приспособления. И, как сказано в инструкции 1914 года, по монорельсам двигалась краповая тележка. Монорельсы расположены на подволоке. Это наша котельная. Котельная, три котла на мазуте. Отапливала батарею, подавая пар по паропроводам, которые проходят внутри стен. Сейчас мы зайдем с вами в какую-то компанию, где... Воссоздан быт, реальная обстановка 1952 года. Вот такие плакаты. Особый мой любимый плакат. «Будь на чеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены». Или вот, например, как нельзя сейчас... Своевременный плакат. «Европа будет свободный». Флаг Советского Союза против флагов США и Британии. Вот, например, также мой второй любимый плакат, который «Небалой товарищ краснофлотец, красноармеец держит томик Великой Отечественной войны». Буржуин – атомную бомбу. Здесь мы проводим занятия по профессиональной подготовке, а показываем фильмы для групп посетителей. Вот, например, сейчас у нас хороший фильм есть. «Воспоминания ветерана 132-й пехотной дивизии». Гельмуток, который атаковал здесь в последние дни батареи в 1942 году. И здесь практически потерял свое... «Воспоминания ветерана 132-й пехотной дивизии, верно, а боя, это включительность от конца имени 1942 года. Он подселился в поле боя, который навсегда изменил его жизни». Наших два насоса, которые с нашей подземной скважины перекачивают воду ниже по 500 кубов, две емкости, которые обеспечивают безопасность. Умывальник наш, арт-мех-мастерская. И сейчас мы заходим в музейные залы, посвященные непосредственно нашей батареи. Вот таким вот боезапасом защищалась наша батарея в 1941 году. Дальнобойный снаряд образца 1028 года, вес 370 кг, дальность стрельбы 44,5 км, плюс-минус километр от метеообстановки. Головной взрыватель РГМ, домный взрыватель МРД. Скорость начальная 912-913 метров в секунду, довольно мощная до сих пор. «Бронебойный снаряд образца 2011 года для поражения брони надводных кораблей. Баллистический наконечник, бронебойный наконечник, масса снаряда, разрывной заряд. Донный взрыватель с двумя замедлениями. КТМБ, стальное ядро. Но снаряды предназначены для поражения кораблей. В то же время как враг пришел в 1941 году с берега, и наша батарея вступила в бой 1 ноября 1941 года в 12 часов 39 минут. Первое орудие второй башни, матроса Кулапина, дало первый залп. Уничтожена батарея дальнобойной артиллерии противника в районе Бахчисарая. В этот день мы выполнили еще пять стрельб. В артиллерийский выстрел входит один из таких боеприпасов, два вот таких вот полузаряда. Это пороховой полузаряд, трубчатый порох, мешочек с дымным порохом, воспламеняется галиваноударной трубкой. И когда закончились снаряды, начали стрелять болванками. 10 июня 1942 года командир батареи майор Александр поднялся во вторую башню и тремя последними сколочно-фугасными снарядами уничтожил три тяжелых танка противника прямой наводкой. Вышли на гребень военного городка, танки просто сносили. После этого стреляли оставшийся боезапас стальными ядрами, потом начали восполнять полузаряды. Сейчас много ходит различных мнений в интернете, что это не могло такое быть. Это, конечно, люди, которые не разбираются в артиллерии. Есть такое понятие согревающий выстрел, разогревочный выстрел после войны. Здесь порох воспламеняется и здесь находится в согревающем выстреле пыш. Так вот, матросы, когда уже полузарядов не осталось и согревающих выстрелов, они стреляли, брали какой-то мешок туда, какие-то фрагменты железа, камни, чтобы он создавал, скажем так, правильное давление для горения опор. О порох, если вы зажгете, он просто разлетится, как бенгальский огонь. А здесь должно быть создастся какое-то давление. И отсюда возникла легенда, что стреляли камнями. Конечно, они отстреляли прежде всего форсом пламени. Это тоже, в принципе, принцип в чем-то схож с тем, что с нашими сейчас тяжелыми огнеметными системами, типа Буратино. Но там, в принципе, немножко другой. Там термобарическая смесь. Вот, значит, наша жемчужина нашей коллекции. Осколок снаряда типа Карл. Такими мортирами обстреливали нашу батарею в июне 1942 года. Один из неразорвавшихся снарядов. Значит, с 6-го числа 7-го, с 6-го на 7-е один снаряд не разорвался. Его отвезли в сухарную балку в наш арсенал. Здесь отсутствует вот такой вот баллистический наконечник. Наш умелец, это под огнем противника, сумел выкрутить взрыватель. Он лежал до 1957 года, пока ни наши, ни немцы его боялись трогать. Он находился в канале ствола после термического воздействия, что он не представлял, как опасный боеприпас. Как он поведет, никто не знает. Это второй бой, не разорвался снаряд. Его нашел командир батареи. То есть политрук доложил комбату. Комбат вышел после очередного артнолета. То есть детонировала снаряд. Осталась только донная часть. Это дочка командира батареи. Ей было 3 года. Татьяна Георгиевна Александерна на момент начала боевых действий. Комбат отправил свою беременную жену и дочь в Москву. Там она в метро родила ему сына. Писала письма, что в метро родила, но цензура не пропускала. Давала, что можно было определить нахождение города. А сейчас Татьяна Георгиевна 84 года. В здравии, трезвом уме, перезваниваемся, помогает. Прислала нам фотографии, письма отца с фронта. Закончила МВТУ имени Баумана. Дай Бог ей здоровья. Наши как бы помогают нам также ветераны подразделения береговых войск. Во главе с почетным председателем Потаповым Виктором Алексеевичем. Посмотрите, молодые ребята. Все бились до конца, дали клятву батарейцев. Мы будем беспощадно уничтожать немцев на нашей священной земле. Если не достанет врага наш дальнобойный снаряд, будем уничтожать его из пулеметов, гранатой, винтовкой, штыком, саперной лопаткой, всем, что попадется под руку. Недина из нас не дрогнет перед врагом. Славные традиции революционных моряков свято живут в нашей памяти. Умрем за честь и свободу своей родины, но не осуществим перед врагом. Настрой биться показывает вот такой факт. Вот на этой небольшой фотографии на 20 лет победы Мария Капыш, 19 лет девчонке была, вольнонаемная, работала в медблоке. И ее муж Кондрат Капыш, 22 года была на время войны, старшина котельной группы. У них был грудничок. Когда закончился боезапас немцев в пробоинном во второй башне между бронелистами, это с фотографией, картина дембельская, работа морячка, залили 18-й, 400 литров соляра, 200 литров масла, воспламенили. Пожар здесь, все горело внутри уже, боезапас закончился. И этот грудничок очень тяжело умирал. И вот девушка, она упросила сделать смертельную инъекцию. Вот две девчонки, которые тоже остались живы в своих воспоминаниях, пишут, что в жизни не видели более картины такой ужасной, когда мама над своим, как бы, умирающим ребенком находится в прострации. Потом комбат. Немцы пытались ворваться в массив, уже снарядов не было. Отстрелили уже и стрелковых оружий, люди были обожженные. Взрыв разделил защитников на две части. Комбат, еще 24 человека находились в подземной части, в Патерне. Здесь находилось сначала около 150 человек, потом осталось около 40 человек. И здесь комбат ушел, раскопал водосток с бойцами и ушел. 26 июня через вход ушли в долину. Там они были преданы местным жителям, схватили его, склоняли к сотрудничеству. Но он не согласился, Александр немецкая фамилия, поэтому, в принципе, вот. Но он отказался сотрудничать. После войны батарея была восстановлена. Особенность какая, если до войны у нас было двухорудийные башни, то после войны поставили модернизированные башни с линкора Полтава. Их провели небольшую модернизацию. Трехорудийные башни МБ-3, раздел 12ФМ. Значит, они... Там немножко была изменена система заряжания. И с 1954 года по 1958 батарея стреляла калибровой стрельбы, вошла в состав береговой обороны. Главному коридору мы видим компрессорная станция. Здесь загонялся воздух высокого давления после каждого выстрела артиллерийского. У нас продувался канал свала, чтобы удалить фрагменты выстрела и картуза. И также охладить его. Наша силовая станция. Три дизель-генератора по 370 кВт. А сюда воздух высокого давления в баллон набивался для того, чтобы, если откажет электропитание, стрелять вручную. Вот эти вот таблички в 1968 году нашел и установил в замполит дивизиона. Шахман такой. И вот мы их сейчас нашли, восстановили. Здесь как раз вот Кондрат Капыш, про который я вам рассказывал. Значит, дальше мы переходим, плавно переходим в запасной пункт управления стрельбой. Отсюда управлялась стрельба, если отказывал командный пункт. Как проходило управление стрельбой? Команды проходили примерно так. Боевая тревога, центральная наводка, снаряд дальнобойный. Полный угол горизонтального вертикального наведения рассчитывался. Устанавливалась дистанция в кабельтовых. Производились пересчеты, вводились корректуры, обнулялись корректуры. При стрельбе устанавливался тип заряда. Когда орудие заряжено, рассчитаны исходные дальние до стрельбы. Примерно была следующая картина. На пристрелке первая башня, поорудийно, темп 20 секунд, левое орудие, тофь, огонь. Среднее орудие, тофь, огонь. Правое орудие, тофь, огонь. Пронаблюдать корректуры. Доложили корректуры, ввели корректуры. Башни на зал, готовы к поражению. Обе башни, тофь, огонь. Сигнал, тофь, сигнал, внимание. Цепь стрельбы замыкается, когда управляющий огнем замыкает цепь стрельбы. А также вертикальные, горизонтальные наводчики в башнях. После этого дается команда дроп-стрельбе. Этой команде более 300 лет. Идет она от первых орудий времен еще Петра. Тогда, вы знаете, был в казенной части высверлено отверстие, куда вставлял или раскаленный штырь, или поджигался просто фитилем. И чтоб комендор ни с дуру не перепутал, сюда вставлялась дробина. Отсюда пошла команда дроп-стрельбе. А сейчас мы с вами выдвигаемся в снарядный погреб. Здесь хранились снаряды. И вот с помощью такой храпового приспособления, храповый механизм он называет, хотя просто в инструкции 2014 года называется храп. Добрался снаряд, сюда он по этой дороге закатывался, укладывался на стеллажах. По команде батарея к бою. Вынимался клин. Скатывался снаряд на линию через перегрузочный лоток на личную продольную подачу, на линию поперечной подачи. Это уже работалось в электрическую. Но моряков тренировали работать и вручную. Я иногда тоже разминаюсь вот таким вот образом. Дальше он подавался на линию поперечной подачи, после чего подавался в башню. А сейчас мы с вами пройдем в зарядный погреб. По-моему, они отстали. Подождите. Здесь хранились полузаряды наши. Сейчас уже с 1997 года все сдано в наш родной 17-й арсенал. По команде батарея к бою. Два бойца, раздевальщики, достают из тубуса полузаряд 73,7 плюс-минус 2-3 килограмма. В зависимости от типа заряда трубчатый порох, пропитанный шелкал с бестом. Он перебрасывает его на перегрузочный лоток, покрытый латунью, которая не проводит электричество и не держит статистическое электричество, не дает искру. Перебрасывается в перегрузочное отделение. Дальше подается через зарядник в башню. Система пожаротушения дренчера. Боезапас, как вы знаете, тушится только водой. И вот интереснейшее приспособление. Это переговорная труба. Она чисто корабельная связь. Устанавливали с 1890-х годов на дредноутах. В 1930-х годах в принципе уже не устанавливалось. Но у нас после войны восстановлено. Чем интересно? Я вам скажу тем, что по инструкции. Положено в полубое, когда все гремит, все грохочет. Связь отказала, боец достает свисток, свистит. Низкая частота распространяется по-особому. Ее услышат в башне. Оттуда положено ответить. На связи ей приложить ухо. По старой связистской традиции, не знаю, это такие связисты, такие люди, что всегда нужно было снова ему свистнуть туда в ухо, чтобы пробить ухо. Вот так объясняют. Тот человек начинал с башней ответа, что ты так больше не делай. Что ты мне свистишь? Я тебе уже сказал. Ну, как бы, задача была решена. Связь налажена и ухо прочищено человеку. Ну, отсюда, говорят, пошла поговорка, не свисти мне в уши. Ну, вот. Есть такие, как бы, у нас предпосылки. Значит, здесь боезапас выгружен. Дополнительный снарядный погреб, то есть зарядный погреб. Осторожно, коменс. Здесь наша стена. Это выход на море, на морскую часть. По царской схеме 1914 года планировалось, что будет выход здесь вот. Но в 30-м году по обмерочному чертежу здесь непонятно, что было. По немецким схемам выхода уже не было. Хотя, в принципе, арка просматривается. Здесь должны быть 2,5 метра железобетона, 2,5 метра песка и 2,5 метра железобетона. Выход туда, чтобы выдержать атаку с моря. Мы идем по центральному коридору. Башня от Зеркалины. Погреба второй башни. Слева погреба первой башни. Батарея представляет собой сложную систему фортификационных сооружений. Так, например, ниже палубой расположена система коммуникаций. Как бы как трюмап. Как на корабле проходит, все проходит внизу. Все коммуникации проходят внизу. Вот такая вот тут обстановка. Так, там ребята не заблудились, нет? Я извиняюсь, что по ушам. Ну, вы говорите, не свисти там или не кидай там. Это у артиллеристов уши, знаете, как бы сидишь в башню. Зато уши. Так точно. Ну да, говорят, колоколага, вот когда колокол сучит, он так вот, как бы, да, останавливает. Мы сегодня стукнули колокол на Михайловском. Да вы что. Так, ну вот на этом мы осмотр массива заканчиваем. После этого поднимаемся в жемчужину нашей батареи башни. То есть все, что вот здесь вот 3000 квадратных метров, 72 помещения с механизмами, все нужно только для того, чтобы стреляли две наших башни. Так, батареи были уже 100 лет. Она не актуальна? Ну, например, у американцев, то вот такого плана орудия, они на консервации линкора Юва. А у нас вот, в принципе, орудия уже как бы давно не обслуживались. В каком плане? Так, как требовалось это. Башни немножко просили. Хотя все это работоспособно, все это боеготово и так далее. Плюс сейчас образцы, новые образцы вооружения, электроника. Вот смотрите, вот он, каркас. Вот это вот малилий бутон такой куб, 130, 50, 30 метров. А сверху вот присыпали землей. И холм снова остался холмом. А внутри, от Микензиевых гор, сюда шла железная дорога. Вот ее остатки здесь. Ничего себе, я никогда не видел такую громадную пушку. Давайте, ребят, заходим. К правому орудию проходим. Мы находимся в боевом отделении у правого орудия второй башни. Если башню обслуживало 68-71 человек, то здесь находилось непосредственно 5 человек. Место командира башни. Давайте сейчас, правда, мы сейчас звук напишем просто. Сейчас начнется и будем. Слушайте, мы находимся. Ничего себе, надо сказать. А заход в башню только со стороны улицы? Нет. Заход изнутри. И когда немцы подошли, задраено было, они сюда попасть не могли. То есть, вот они через... Так, мы находимся в боевом отделении правого орудия второй башни. Орудие отлито в 1916 году на Абуховском заводе. Вот на казенной части видно. Линирован в 1942 году. Значит, здесь находились следующий личный состав. Вертикальный наводчик орудия в электрическую отрабатывал угол вертикального наведения по стрелкам. Если электрика отказывала, переходил работать вручную. Здесь работал замковой, контролировал. Если в электрическую замок не открывался, работал вручную, открывал замок. А здесь находился помощник замкового, который должен был вставить в стреляющий механизм при открытом замке запальную трубку гальваноударную. А при экстрации этой трубки поймать ее вот таким вот сачком. Это истинный сачок боевой, прогрызанный крысами, прожженный горячими трубками, которая как бы у нас хранится как реликвия. Ну и, конечно, вы видите, ребята, когда тут крутят механизмы, а один боец стоит с сачком, его, как вы сами догадались, что, наверное, завали как сачковой. И отсюда пошло вложение, что ты сачкуешь. Вот внизу вы видите зарядник. Когда мы с вами были в погребах, вот этот металлический каркас, со снарядных погребов загружались два полузаряда, а справа на лоточек укладывался снаряд. По вот этой вот железной дороге с тягами в электрическую за 7-8 секунд сюда поднимался этот зарядник. При открытом замке пяткой прибойника досылался снаряд, два полузаряда, замок закрывался, происходил выстрел. Орудие где-то уходило вперед метр-полтора, и, идя обратно гидравлическими гидравликой, тормозилось обратно. Значит, вот происходил процесс стрельбы. Значит, здесь... А громкие? Нет, не громче пистолетного выстрела, весь звук за амбразуру. Андрей Иванович, покажем для программы время, как замок открывался? Да, ну, давайте... Так, вот, значит, как работал замок. Покажем вам, потому что, как бы вы... Чтоб мне не перепутать, в какую сторону крутить, на открывание. Значит, смотрите, ребята. Я начинаю крутить этот двухтактный замок Викерса. Вот этот приспособлен, Берочка, пойдет вниз, а потом замок пойдет на открывание. Вот, смотрим, открывание. Пошел шпиль. Пошел. Вот так вот работали бойцы, тренировали, чтоб они не водку пьянствовали и безобразие нарушали, а... Совершенствовали боевое мастерство. Вот, сейчас затвор открыт, ушел в крайнее положение. В это время Андрей Иванович сейчас покажет, как... Сейчас покручу в другую сторону, Води. Значит, Андрей Иванович подходит, как замковой. Вставляет, имитирует зарядную трубочку, вот сюда вот. И взводит стреляющий механизм. Вот он его взвел. И проходит крокодильчик. Берет, заберет, вот, да. Звуковой держит, где он сачок. Вот здесь сачок и ловит. Но сейчас это, когда выстрел произошел. Вот он достал. Он отстрелился, сачок. Потом поставил новую трубку и закрывает. А я разминаюсь на закрывание. Пошел. Просто сейчас, если не удастся сходу закрыть, придется Андрея Ивановича попросить не только золотую руку, но и золотую ногу показать. Потому что у нас сейчас военные тут разбили замок. Приходится нам его. Не пошел, да, Андрей Иванович? Ладно, сейчас. Готов? Это называется, Андрей Иванович, золотая нога. Да. Вот так вот мы проводим с шуткой, прибауткой, проводим время, свободно, совершенствуем боевым стерьм. Если электрическая не прошла, стрельба ударная клювом там командуется. Давай, Андрей Иванович. Дай залпу. Класс, давайте пробежимся вокруг. Выполняла стрельба в плану боевой подготовки, получала призы главнокомандующего. С 68-го года продолжала стрельба уже не калибровой стрельбы, а стволь, так называемый, то есть более 45 миллиметров. Ставилась пушка Ка-21. Ой, ребятушки, честно, я настолько поражена вот этим всем, что я побывала в таком месте, побывала. Это просто что-то невероятное. Никогда в жизни я не могла подумать, что я могу залезть в такую башню, которая трусует невообразимое, что-то внутри. Это так интересно, это так здорово. И я очень желаю, чтобы каждый сюда попал, посмотрел. Особенно школьников, мальчишек. Да и девчонкам тоже, думаю, многим будет интересно. Мне было интересно. Спасибо вам большое. Вы такой вот, знаете, как говорится, настоящий такой статный, со стержнем. Да. Я сейчас серьезно. Серьезно. Спасибо вам большое. Классно было, все супер. Очень интересно. Давайте, ребят. Я говорю, проезжайте, приходите, друзей своих зовите, проведем вас бесплатно. Кстати, а сколько стоит? Ну, нам Москва установила 600 взрослых, 300 детских. Сейчас зимой пополам все можно делить, ну и пенсионерам. Вот. И у нас посещение по вторая пятница, каждое месяце бесплатно для школьников. Вот мы вчера только провели, точнее, в пятницу здесь 8 классов, 27 школу практически все там, 2-й, 3-й, 3-й классов. То есть очень интересный. Здорово. Поэтому мы как бы работаем здесь. С одной стороны, мы работаем, ну это как коммерчески, заработать денег, а с другой стороны, это патриотическое воспитание. Ну, просветительское. Конечно. Тем более, очень интересно, что нужно даже чуть-чуть покрутить где-то и попробовать. Это наша задача, чтобы все крутилось, понимаете? Спасибо. Она вообще крутиться будет? Да, мы хотим сделать, чтобы она крутилась в рабочем состоянии, значит, опускались стволы, вращалось орудие, работали механизмы наведения командира по оптике, по вертикали и по горизонтали, чтобы это было показательно и в наглядную, чтобы можно было покрутить все эти механизмы, потому что в башне находилось 70 человек, и они, все это работалось и все это двигало. Кому интересно, все это можно сделать и показать. Все стоит, все на месте, северная сторона развивается, и это круто-то. Холодно очень сильно, ждите хорошую погоду и приезжайте сюда. Да, на тридцатке дует. Очень. Друзья, обязательно делитесь этим роликом со своими друзьями, подписывайтесь на наши каналы, канал маршруты, канал Крыма Замеместных, да, ну и, конечно же, не забывайте про телеграм, потому что YouTube, как показала практика, ненадежный партнер. Все, увидимся. Пока-пока. Пока.